Всем доброе утро! Даже точнее пометочка будет. Всем доброе летнее утро! Лето наступило. Утром сейчас просыпаюсь. Точнее, как просыпаюсь. У меня родители будут, говорят, ты поедешь с нами в Тамань? Я такая спросоник. Говорю, конечно, поеду. А чего вы меня раньше-то не разбудили? Потому что они едут в Приморске на ярмарку продукты покупать. Говорят, а потом едем в Тамань. Ну, вместе с ними я уже не поехала, потому что я бы не успела собраться за 3 минуты, потому что они уже у выхода были. Вот. Но уже позавтракала, так что жду, когда они вернутся, оставят продукты, и мы съездим в Тамань. Как я предполагаю, что папе пришла какая-то посылка там на Зон или Вайлберис, и поэтому ее нужно забрать. Сейчас папа все через интернет заказывает. Это гораздо лучше, чем ездить по станицам, по поселкам, искать, где что есть. Тут сразу заказал, что тебе надо. Пришло через несколько дней, и все отлично. Каждый день у нас жарче предыдущего. Сейчас я посмотрю, сколько у нас температуры сегодня. На минутку 8 утра. О, 30 градусов. 38 утра. Да, ничего себе. Что там собака? Волосатик. Мишка? Мишечка? Она всегда так валяется, так смешно. Вон малыша. Малышок. Малышок тоже посматривает. Сегодня у нас ожидает день, когда мы должны будем перебирать горох. Тоже это немало часов займет. Сейчас утра. Нормально. Но днем, конечно, вот сейчас солнце будет вообще припекать. Поэтому я уже полностью по-летнему одета. Да ладно, я уже очень давно по-летнему одеваюсь. Все. Сейчас буду ждать родителей и потом поедем. все. Все. Родители приехали. Собаки сразу встречают их. Домой занеси. Сегодня, в общем, мы были на рынке. Очень много всего. Фруктов, овощей всяких. Огурчики по 50 рублей. Вообще мы были удивлены, что 50 рублей. Маленькие такие, аккуратненькие. Хорошие такие, вот именно. Видно, что степлицы они выращены. Там было три вида. Мы купили вот эти маленькие по 50 рублей. Так 50 рублей и зачем что-то выращивать, если 50 рублей огурцы? Если так легко выращиваться у них... Видишь, у них они в теплицах выращиваются, сейчас же жарко. Они, наверное, у них вообще хорошо идут, поэтому... В общем, не знаю, почему так, но дешево. Так, что там еще было? Горох. Да, горох. Кстати, горох в маленьких таких теплашечках, таких маленьких. Там вообще, мне кажется, наверное, ну не полкило даже будет, еще меньше. Он сказал 130 сначала, потом говорит, ну вроде 150-130. Значит, лубника на рынке продается по 150 рублей и по 200 рублей. Глоточков таких. Что еще есть? Помидоры. Вот помидоры дорогие. Видно, что это. Еще они выращены в теплицах, не грунтовые какие-то там, или привязные. Вот помидоры, я что-то не запомнила. Почему только помидоры продают? Даже спрашиваю. Что-то 180, мне кажется, 150 рублей помидоры. Пока ехали по Абшаронскому району, увидели, что там выращивают клубнику, целые поля и теплицы. Я даже не знала, что в Абшаронском районе ее выращивают. Я думаю, да, что там она гораздо дешевле, чем у нас сюда везут. Даже та же Белореченская. Белореченская уже по сколько? По 60 рублей. Говорят, что да. По 60 рублей. У нас 150-200. Ну куда такое годится? Конечно, я жду, чтобы цены на клубнику опустились до 60-80 рублей. Это нормальная цена. Ну максимум 100. Ну не за такую цену покупать. Что, она золотая, что ли? 200-300. Даже 150 дорого. Я в Краснодаре всегда покупала за 80 рублей. Это считается нормальным. Вот так вот. Такая цена должна быть до клубнику. Ну конечно. 50-100 миллиграмм. Ну первый раз везли, давайте попробуем. Да. Ну попробуем. Первый раз везли, ну попробуем надо. Посмотрим. Сейчас же стирка почти каждый день. А цены. Разводить даже этот. А, померкнуть? Сразу 20-200. Да. Надо 20-200. Очень большой. 20-200. Нет, по этой цены. Да. Ну по идее, даже если виноград собирать. Да, можно. Да, да, да. Может в доме нет. Давай, да. Такие везра решили купить. Даже виноград уже самостоятельно побольше собралось. И мне так что-нибудь, где-нибудь, да, тут нужно. Возьмем 20 сюда. Последний. У нас даже каких кушать. Потому что... Ну они одинаковые. Ну да, они одинаковые. Место много не занимают. Давай купим. И когда... Да. В моем детстве не продавали кукол беременных. Я в шоке. Надо же сейчас что делают для детей. И с нашего последнего похода в светофор здесь ассортимент прибавился. В прошлый раз все было голое практически. Все стеллажи были пустые. Увидели, что в светофоре даже продается мороженое славица, которое мы сюда в Краснодаре покупаем. Вот нашли цену. Такая цена. Еще решили взять на пробу вот такую пахлаву. На 10 килограмм. За 209.50. Ну посмотрим. Понравится нам, не понравится она. Фикс прайс? Нет, не будем. Там уже хорошо пьется. Мы уже купили все же. Зачем нам много-то набирать? Попробуем, понравится. Будем плачать. Ну да, фикс прайс не поедем сегодня. А, ну да. Что, со мной у нас только куда будет? Сережа, нам не надо, там еще фикс прайс, я говорю. Сегодня мы купили, попробуем, зредствую. Буду стирать, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В мире индейки купили колбаса сливочная. Вот такая. Сколько она купила? Она стоит, сколько, Арина, не помнишь? Девяносто. Двести девяносто рублей. А, триста девяносто рублей килограмм. Что-то здесь цветет нормально, посмотрим. Что-то здесь клумбочка такая нецветущая. Обычно все цветет у меня здесь. Нам, конечно, бы хорошо заехать сейчас сразу бы в магнит-косметик по пути. Все сразу бы. Мы зайдем сюда, пока у нас есть время, и зайдем рядышком, и есть пятерочка. Сначала в пятерочку, а вот сбоку. А вот тут не поставишь, опять же туда заезжать. Мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы сейчас зайдем сначала в пятерочку, купим там клубку, все остальное, а потом магнит-косметик. Так как у нас по времени тут есть. Сразу же в магнит-косметике не будем там ничего такого, это, долго покупать. Надо там, что надо было купить, сейчас посмотрю. А, бумагу туалетную. Сейчас сначала зайдем в пятерочку. Большую, что ли? Да. Геркулес надо купить, крупу с собакам. Хлеб пить. Белый хлеб купить, вернишель купить. Слушай, ты не поешь? Нет, я здесь письмую. Окна будешь открывать? Да. Заказывает то, что пришло специально ехать за этим. Какие-то цветы так интересные. Таких не было. Таким пустиком. Пушистиким. Надо больше засаживать всего цветов, чтобы было больше зелени у нас. Заехали в Азон, забрали заказ. Это мы заказали для огорода фацелию. Это как сидерат он идет. Семена фацелии. Они вот такие мелкие. Купили у нас огород большой. Купили два пакета по килограмму. Как раз нам хватит. Это как сидерат будем садить. Вырастет, с кашевым и для удобрения почвы. Вот такие забрали. Практически, наверное, всегда, когда родители ходят по магазинам, я остаюсь в машине. Я именно тот человек, который не любит ходить ни по продуктовым, ни по магазинам, а с одеждой. И я вообще не шифроголик абсолютно. Поэтому всегда просто сижу и жду. Что вы сейчас? Вы скучились? Вы сейчас обошли. Ой, вы скучились. Ничего. Какая довольная. Я как-то показывала. Кс-кс-кс. Все ждут, Настя, довольны, да? Чуповцы. Чуповцы. Помощница пришла. Ты куда убегала? Куда убегала? Да, работы нам еще хватит надолго. Только начали чистить. Ну да, это долго. Ну, решили, если сделать, так что теперь. Значит, будем делать. Пальцы уже все зеленые становятся под ногтями, вот эта зелень. А на горохе, видимо, какая-то, как, не знаю, как пленка или что-то такое, что руки сразу грязнятся очень сильно. Хочется их постоянно мыть. Может быть, перчатки стоило, где-то опять неудобно. Как чистить в перчатках, как чистить в перчатках, ты че? Это ж надо вот раскрыть. Сидим, сейчас оказывается, у нас малыша ест горох. Да, она кашу гороховую любит. Мама ей дает, она там ест, попрошайничает. Мишка не ест. Ей нравится каша гороховая. Ну, даже собака ест горох свежий. На, милышка. А Мишка не понимает, скажет, она что ест такое, что у нее за вкусовые такие предпочтения странные. Я, говорит, не ем это. А она что-то ест, еще и попрошайничает. Перекус. Сок томатный, огурчики, колбасы, хлебушек. Все самое вкусное на свежем воздухе. Я сейчас еще, наверное, принесу укропчика. Крышки тут у меня. А, какой это? А соль, Ирина, ты две банки взяла? Это я соль взяла. А, Ирина взяла. Какой молотый перец. Не то схватила. Я хочу сок томатный. А еще лук я даже не заметила, что еще лук зеленый. Начали очищать горох. И это, оказывается, так долго. Мы думали, за один вечер управимся. Ага, конечно. Тут столько трудов. Сейчас покажу, что у нас уже получилось. Время вечер. Вот сколько удалось уже почистить гороха. Целый тазик. Сколько здесь килограмм? Просто много вообще. Тяжело. Ой, еще очень много. Стоят тут эти ящики. Много еще. Ну, как приятно, как для пальцев так. Любопытные подходят. Вечером температура уже опустилась до 27 градусов. И это максимально сейчас комфортно. Вообще, очень хорошая температура. 27-29. Прям не жарко самое то. А все, что выше 30, конечно, там уже жарко. Особенно днем. Ну, вот у нас за день работы два человека у нас тут очищали горох. Получилось два тазика. Это мы сколько, получается, этих ящиков-то чистили? Три ящика. Да, три ящика. Еще три осталось. Да, ну и объем у нас тут, конечно, гороха. Интересно, сколько вот один такой ящик весит. Завтра будем продолжать вот такой вот день.